Сердце городской экономики. Сегодня лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов, кандидат в мэры города, посетил одно из ведущих предприятий Юга Украины – Одесский консервный завод. Подсчетно гражданин Одессы и Одесской области ознакомился с производственными мощностями и пообщался с трудовым коллективом. Подробнее в сюжете моих коллег. Одесский консервный завод является лидером по производству консервной продукции в Одесской области. На предприятии используются новейшие технологии производства пищевой и жестяно-баночной продукции из сырья высокого качества. Работает квалифицированный персонал. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов познакомил работников завода с программой политической силы и выслушал накопившиеся за долгие годы проблемы. Очень важно, чтобы мы поддерживали именно своего производителя. Не на словах, а вот на деле. У них много вопросов возникает. У них вопросы, связанные с жильем. У них вопросы, особенно то, что касается обучения своих детей. И вот сегодня мы говорили, что они не будут. Они будут направлять своих детей, чтобы они учились здесь, в нашем вузе. Одесса же это центр науки и образования. И здесь лучшие учебные заведения, которые есть в нашей стране. И мы их создали, эти предприятия, учреждения, я имею в виду, которые занимаются образованием. И вы знаете, многие проявили интерес к профессионально-техническим училищам, которые у нас есть. А мы их сохранили, подчеркиваю. Два ПТУ в городе, где готовим матрос-токар, электрик, сварщик. Готовим второе ПТУ швеи, закройщики. Это рабочие специальности. И сегодня здесь, на предприятии, я слышал одобрение вот такой программы, чтобы развивать систему ПТУ. Я хочу обратиться к рабочим этого предприятия, чтобы они поддержали тех людей, которые сегодня поддерживают производство. Это и Валентин Федоров, который является и идет в Одесский районный совет. Есть такая структура первым номером. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов отметил, что кандидатом в депутаты областного совета от Украинской мужской партии идет Юрий Равинский, который долгое время поддерживает предприятие. Сегодня на Одесском консервном заводе работает достаточное количество людей и разных специальностей. Но в основном это те, кто производит продукцию. И Юрий Александрович Равинский, он много сделал для того, чтобы удержать этот завод. Я подчеркиваю удержать, потому что могли растащить и разворовать. И я в первую очередь обращаюсь именно к коллективу завода, чтобы они поддержали Равинского Юрия Александровича. За то, что он является тем мостиком между производителем и самим заводом. Он является тем человеком от Украинской морской партии, который координирует работу поставки сельскохозяйственного производства сюда на завод. Это очень важно. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов посетил все цеха и хранилища, которые есть на заводе. Отметил, что качество продуктов здесь на высоком уровне. Сегодня продукцию Одесского консервного завода, а это, например, любимая всеми одесскими хозяйками марка, господарочка, кабачковая икра, помидоры, зеленый горошек и многое другое. Знают и любят не только в нашем городе, но и в странах СНГ и даже Европе, Азии и США. Я горжусь этой продукцией. Вот бычки в том, любого одессита спросите. Это наш бренд. Здесь на Одесском консервном заводе выпускают баклажанную икру. Вот там дальше кабачковая икра. И здесь вот полный склад. И самое главное, что не застаивается продукция. Сразу только поступает, отправляет дистрибьюторы по всей стране. В 48 стран мира поставляется наша продукция. Продукция Одесского консервного завода. Это, наверное, очень важно, чтобы мы знали, что в Одессе производится такая продукция. Заместитель председателя правления предприятия Георгий Крищенко заявил, что государство давно не уделяло внимания предприятию. Очень важно в наше время не просто приехать и что-то высказать, а пройтись по заводу, изучить проблемы, познакомиться с персоналом. Что и сделал лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Очень важно, что лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов прошел себя, посмотрел весь производственный процесс. Он понимает, насколько сложно, насколько все тяжело, насколько продукция. Вы видите, это собрано фактически в Одесской области. То есть потребитель, который покупает нашу консерву, он ест то, что изготовлено, грубо говоря, сотрудниками и их руками. Причем процесс от взращивания до закручивания в банк. Один из главных ресурсов предприятия – это наличие квалифицированных кадров, которые, придя молодыми специалистами на завод, после окончания вуза совершенствуют свой опыт на заводе и затем передают его молодому поколению работников. Они отметили, что видят работу лидера Украинской морской партии и готовы поддержать политическую силу на предстоящих выборах. Мой коллектив, который присутствовал на этой встрече с Сергеем Васильевичем, очень понравилось, действительно, его объем работы, который провел он в Одессе за последнее время. Не все это знали. И как бы, потому что не все одесситы. И, говорят, очень большая работа была проведена. Поэтому, когда он здесь выступал, действительно, очень многие люди увидели в нем какую-то надежду, что в Одессе будет, может быть, какое-то там более лучшее время, особенно пенсионеры, когда он сказал, за повышение и доплаты к пенсиям, бесплатный проезд, который, он говорил, может быть, и распределение средств в городе более рационально. Коллектив Одесского консервного завода выразил огромную благодарность почетному гражданину города Одессы и Одесской области Сергею Кивалову за то, что видит необходимость в дальнейшем развитии предприятия украинских производителей. Сергею Васильевичу огромное спасибо, что он нашел время в своем плотном графике и что посетил наше предприятие, нашел для этого время пообщаться с коллективом. Он очень, ну, мы рады, что он посетил наше предприятие, много хороших, теплых слов сказал о нашей продукции, которую мы производим. Огромное ему спасибо за тот склад, который вообще он приносит для города, построив юридическую академию, мы поддерживаем программу морской партии, будем за нее голосовать на местных выборах. Отметим, что во времена Советского Союза завод успешно рос и развивался, и многие одесситы старшего поколения хорошо помнят это время. Благодаря умелому руководству и воле тех, кто стоял во главе предприятия, завод сохранился и в тяжелые годы после распада СССР, когда закрылось и было фактически уничтожено и разграблено большинство одесских предприятий. Украинская морская партия Сергея Кивалова ставит перед собой приоритетную задачу о поддержке и развитии любого бизнеса, тем более, когда речь идет о украинском производителе.